Начиная с 2000 года, Ленинский район шествует над 46-й бригадой оперативного значения внутренних войск МВД России, расположенной в городе Грозный. В этом году 15-летний юбилей отмечает воинская часть, которая принимала непосредственное участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Ну а как ехать в гости на юбилей без подарков? Делегация Ленинского района в составе Николая Ивановича Орлова и вашего покорного слуги бережно загрузила в самолет необходимые для несения службы подарки, которые администрации района, предприниматели подготовили для военнослужащих. Груз на месте, можно и взлетать. Два с половиной часа полета в транспортном самолете, и мы, а также представители других районов Московской области, приземлились в аэропорту Моздока, а оттуда уже на вертушках до Грозного. По прилету сразу построение и поднятие флага боевого братства. А это означает, что на территории воинской части скоро наступит праздник. Будут звучать поздравительные речи, вручатся награды, организован концерт в честь юбилея. В тот момент еще никто не знал, что на Синайском полуострове произойдет страшная трагедия. Погибнут люди. Но обо всем по порядку. Или по распорядку. Подъем, завтрак и начало торжественных мероприятий. Высокие гости в лице члена Совета Федерации Дмитрия Саблина, руководителей Чеченской Республики, командование бригады возложили цветы к памятнику погибших солдат, которые сложили свои головы, защищая конституционный строй и мир на Северном Кавказе. Конечно, мы сегодня вспоминаем всех погибших в бригаде, потому что дорогой ценой дается всегда мир. И вот в такие дни мы всегда должны помнить, что то, как тяжело пришлось восстанавливать, восстанавливающий мир в сердцах людей, восстанавливать города, чтобы никогда в будущем не допустить подобного. После возложения всей делегации предложили посмотреть современную боевую технику, новые образцы стрелкового оружия, артиллерийские новинки, средства индивидуальной защиты военнослужащих. Командир бригады Дмитрий Гаврилов по итогам экскурсии дал интервью нашему телеканалу. От себя лично хочу заверить, что бригада и впредь будут поддерживать традиции, заведенные первыми офицерами, генералами, солдатами, приумножать их и всегда будут стоять на страже нашего конституционного строя. Ленинский район шествует 46-й бригаде над батальоном связи. Хочется выразить отдельную благодарность командованию батальона за теплый и радушный прием нашей делегации. Мы же, в свою очередь, сделали многое, чтобы собрать и привезти подарки и награды от муниципалитета, которые были вручены личному составу батальона. Также от боевого братства были вручены медали и почетные грамоты. Поздравление также с 15-й годовщиной образования бригады от главы Ленинского района Олега Владимировича Хромова. Также вручается командир батальона. Спасибо. И вот торжественное мероприятие в доме офицеров. В 15-й годовщине 46-й отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения посвящается. Вносятся флаги, звучит государственный гимн, все готово для праздника. Одну из наград в этот день получил и командир нашего подшефного батальона связи Вадим Богословский. За чередой поздравлений и наград вышел поздравить своих подчиненных и командир бригады. И вот тут пришла трагическая новость. Это уже сейчас мы знаем, что самолет, летевший из Египта в Санкт-Петербург, был взорван террористами. А тогда ничего еще не было известно. И командир принимает решение отменить концерт и культурную программу. Быстро пролетели дни нашей командировки. Мы набрались новых впечатлений, со многими успели подружиться. И даже не надеюсь, а уверен, что шефские связи между Ленинским районом и батальоном связи 46-й бригады в Чеченской республике будут не только крепнуть, но и развиваться. Олег Федоров, Елена Кошелева, Видное ТВ.